добрый день друзья четверг 2 июня 22 года очередная презентация skyworld комьюнити ну и как обычно поговорим часик про проект про философию проекта про новости проекта вот куда мы движемся где мы сейчас находимся вот ну и как всегда конце потом обсудим насущные какие-то моменты зададим вопросы вот меня зовут алексей но умович 2005 года я образование инженер программист 2014 года являюсь партнером skyworld комьюнити вот занимаюсь продвижением инновационного транспорта вот ну и конечно как как обычно начнем с проблем современном транспорте вот ну и для кого не секрет что это и пробки и аварийность на дорогах и заторы всевозможные несмотря на то что вот сейчас тоже смог наблюдаю немножко в минске в результате как видных вот этих всех мероприятий многие перешли на удаленку вот кто-то где-то ну в общем немножко стало попроще на дорогах вот но тем не менее все же вот москве вот олег прошлый раз рассказывал что пробки просто это мне он называл цифры вот но честно не припомню но прошлый год получается как только вышли из к видных всех этих ситуаций опять на десятибальные пробки это опять то есть помню сколько помню олег называл цифры 50 дней в году десятибальные пробки но по сути дело если году 52 недели то грубо говоря каждую неделю вот такая вот пробка может быть а пятница вечер пробка не знаю то есть но москве это регулярная проблема с которой люди приходится жить мириться вот но и и так далее поэтому одна из насущных проблем это конечно же пробки аборийность и так далее помимо пробок на дорогах также существуют пробки и в грузоперевозках кто же ни для кого не секрет кто-то заказывал товар из китая ну и в общем то ждем находим грубо говоря какой-то товар за минуты там оплачиваем за минуты и потом неделями ждем когда же когда же он придет наблюдаем там пошли кодом вот а проблема все тоже кроется вот в логистике скорости доставки товаров в портах так далее вот еще одна проблема это конечно же естественно погодные условия то есть где-то кто-то борется со снегом кто-то с песком кто-то с паводками вот но это все это проявление естественных тоже природных условий вот которые никуда от которых не отнять но которые очень мешают жить вот но и естественно это выхлопы выбросы всевозможные аварии вот ну и в общем вот такие вот ужасающие картиночки все от этого страдает экология вот загрязняет загрязнения окружающей среды и так далее ну и помимо того что идет вред от эксплуатации также все эти строительные мероприятия очень дорогостоящие долго длящиеся то есть казалось бы построить обычную то есть я добрый вечер строить обычную казалось бы дорогу надо вырубить лес где-то сделать выкопать убрать верхний слой земли там необходимо там сделать подушку насыпь какую-то там где-то в горах то вообще необходимо прорубить целый тоннель поэтому мероприятие довольно дорогое и долго длящиеся вот и так далее вот со временем человечество пришло к мысли к пониманию тому что необходимо строить надземные дороги то есть ну где-то это принципе вынужденная мера то есть через какой-то реку через это вот но это тоже такие довольно массивные конструкции дорогостоящие вот эта конструкция наверное одна из самых приближенных наверное к нам можно так сказать нашей технологии но тем не менее тоже по своей эстетичности инженерной простоте она как бы далеко далеко от нас вот но тем не менее этой дороге уже более 100 лет вот и она между прочим функционирует очень успешно вот все эти 100 лет и только на раз за всю историю было наверно только две аварии поэтому это хороший принципе пример для подражания вот ну и так также есть еще другие решения вот но они на них сильно смотрите не будем у них тоже есть ряд недостатков вот там и скорость и и и универсальность и так далее вот ну и переходя от проблем идеальному транспортному средству вот ну вот мы видим его на экране что она уже есть вот 2014 года его еще не было вот сегодня уже 22 год мы она уже есть вот это струнные транспортные системы skyway вот и многие из нас уже катались ну и почему струнные тому как можно сказать сердцем технологии является струна то есть снаружи рельс выглядит как обычный прямоугольный вот внутри есть такой вот нюансик это струны 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 которые натянуты и которые позволяют сделать струны рельс очень длинным очень легким вот и очень таким вот изящными вот если мы вспомним ту картиночку с дорогой в германии так аркатица такая металлическая и вот видим ниточку над землей то конечно понимаем что материалоемкость здесь намного ниже и огромное огромное и все это дешевле стоит и проще это сделать и расстояние другие то есть это уже новые но но новый уровень новый подход вот к решению транспортной задачи вот ну и сам сам струнный принцип известен принципе давно используется в мостах вот и его всего не всего лишь а его внедрили вот как конкретно в для применения данном данной реализации естественно тоже я думаю что ни для кого не стоит что надземная дорога это намного проще намного удобнее вот нет необходимости что-то рыть где-то что-то там раскапывать закапывать просто ставится вот такие опоры вот на эти опоры выставляется дорога она может быть идеально ровной независимости от ландшафта вот и естественно скорость перемещения комфорт перемещения все здесь очень хорошо в эту картину укладывается мы вот мы видим несколько вариантов исполнения струнных дорог то есть по серединке мы видим жесткая струнная дорога где мы где-то и сверху и снизу движется подвижный состав вот и видим полу жесткая и гибкая здесь мы видим что подвесной транспорт передвигается только снизу вот вот это тоже это уже реальные картиночки из экотехнопарка беларуси это тоже реальные картиночки мы видим станцию в маринной горке то есть здесь как раз таки пример жесткой фирменной трассы и сверху перемещается транспортное средство способно перемещаться до 500 километров в час вот а снизу городской транспорт который перемещается с скоростями там до 150 километров в час это принципе в городе такие скорости особо то и не нужны вот дальше двигаемся ну вот еще пример реализации тоже это живые картинки в мариной горке все это работает движется как пример технологии отображено вот автором технологии является юницкий анатолий анатолий эдуардович транспортом этим занимается он всю свою жизнь вот начиная со школьной скамьи с переменным успехом и где-то и в разных странах и беларуси в россии и в казахстане был долгий путь довольно таки вот ну и сейчас краски мы подошли уже 2014 году подошли к тому что технология была полностью формирована была готова к запуску протестирована вот из 14 по 22 год принципе реализуется все уже в металле и сейчас уже демонстрируется потенциальным заказчиком вот ну и вот недавно было день рождения у нас у анатолия дар дачи ему исполнилось 73 вот иногда ну то тоже такой возраст ну когда я впервые узнала проекте ему было моложе вот но ноги в 73 уже грубо говоря идут там на покой хотят там на рыбалка там как-то там отдыхать вот но только не анатолий дардович у него огромное количество планов огромное количество идей то есть удивляешься человек его способности к работе к его видению к его в общем-то жизненной энергии и даже вот есть ну как бы вроде более в общем для нас для всех для молодых он такой пример вот и вот уже на протяжении в частности допустим я 2014 года а вот он 1979 года ну и как бы такой пример для подражания настолько стойко и можно сказать уверенно и настойчиво настойчиво на скорее слова настойчиво настойчиво идет к своей цели вот ну и огромное количество написано и книг за 40 лет на 40 летний путь вот и струнные транспортные системы они охватывают не только землю вот мы и также описывается в трудах про космические транспортные системы и там тоже используется струн струнный принцип вот поэтому делаешь и много вот книги но их много и разные в частности книга тоже инженер очень хорошая книга есть еще более новое уже издание вот ну и так немножко переходя к техническим деталям здесь на слайде видим что взять например аэродинамическое сопротивление тоже вот если когда читаешь его книжки как как он приходил к этой конструкции то есть тоже есть то есть целый набор вариантов кабины вот как он проводил исследование но это было еще раньше то есть какая должна быть кабина в идеальном а идеальной формы чтобы не было самая лучшая обтекаемость вот ну и вот в итоге вот такая вот как не знаю как ни капли ни капли но застренная такая как пуля наверное вот коэффициент аэродинамическое сопротивление у него фактически в 10 раз лучше чем у обычного автомобиля вот ну в общем то что и дает возможность данному транспортному средству сгоняться там до скоростей таких таких больших скоростей как 500 километров в час вот ну и раньше спрашивали упадет не упадет свалится не свалится вот ну вот тоже картиночка есть что чтобы не свалилась и специальные поддерживающие ролики многие из нас уже ездили на на этом транспортным средствам поэтому не падает держится всех все в порядке постоянно происходят какие-то усовершенствования тоже мы недавно рассматривали такую интересную штуку как вихретоковый замедлитель постоянно какие-то ноу-хау внедряются внедряются и транспорт улучшается и улучшается вот мы переходя к табличке в сравнительных характеристик вот мы опять же видим что есть капитальные затраты стоимость строительства дороги вот в транспорте в струнном транспорте они минимальные ну понятно почему потому как сама конструкция очень мало металла используется очень то есть в общем низкая материалоемкость вот эксплуатационные расходы тоже самые низкие потому как нет необходимости там ежегодно латать какие-то дыры там нет необходимости там следить с каким-то чистить снег там ну то есть в общем сверху он там узкий рельс на нем фактически ничего не оседает то есть он никому не мешает и эксплуатировать обслуживать то есть минимум затрат расход энергии тоже минимальный но понятно потому как то маленькие кабинки на электротяге вот в каждой кабинке стоит мотор колесо то есть там кпд этого колеса тоже почти там 90 89 процентов то есть очень все эффективно экономично экологично и так далее вот мы при этом при всем вот пропускная способность него может быть больше чем в московском либо минском метро тоже здесь и за счет того что можно делать как большие составы так и маленькие вот ну и плюс можно так как это автоматическое транспортное средство то можно делать отправлять составы там чуть ли не каждые 2 секунды поэтому за счет этого пропускная способность может быть очень очень большой загрязнение окружающей среды тоже минимальные вот понятно электрокар на остальных колесах поэтому тоже до загрязнения минимально транспортная аварийность минимальная тому как она находится сверху на втором этаже и не пересекается не с людьми не с другими машинами не с детьми не с животными то где-то там сверху он как на втором уровне поэтому тут уже все очень хорошо вот но и вот если сравнивать с трамваем ман рейсом авиации метро то есть мы видим что это принципе на сегодняшний день самое совершенное транспортное средство вот которая в принципе уже готова к внедрению вот есть всевозможные варианты исполнения 2 4 6 мест на 14 мест на 32 и так далее то есть вариант исполнения массы помимо этого есть и грузовые варианты перевозки контейнеров сыпучий грузов и далее вот ну это тоже кстати говоря можно сказать изначально не планировались допустим контейнеры вот но люди приходят заказчики спрашивать интересуется может быть и не можете ну и естественно и в низкой как инженер он предлагает решение что да можем вот переводить контейнеры да можем перевозить вот это то есть принципе транспортная система сама по себе универсальна вот огромное количество сертификатов наград патентов то есть дипломов то есть за 40 лет было собрано пройдено огромное количество выставок все это хранится в зао струнной технологии в специальном ну где-то в музее где-то то есть расположено можно посмотреть все это доступно вот пишутся постоянно всевозможные ученые участвуют в выставках вот одна из последних международных выставок транспорт транзит беларусь вообще выставок как-то мы подводили итоги там больше там по моему 40 выставок прошли за какие-то там цифры были очень большие то есть постоянно постоянно выставки по несколько штук раз в год у нас публикации всевозможных докладов вот вот недавно мы тоже рассматривали как студент в объединенных арабских эмиратах диплом защищал вот и принципе конкурсы ежегодно проводится и и компания беларуси на нем нанимает студентов старших курсов и даже как бы кадров тоже не хватает вот поэтому подтягиваются и как уже готовы специалисты такие и студенты старших курсов поэтому вот все это приветствуется ну вот и кстати говоря да недавно мы просто тоже прошлый раз рассматривали новость про то что компания заостроен технологии прошла аккредитацию в национальной академии наук тоже очень такое знаменательное событие были получены свидетельства вот ну и если так вот немножко коснуться научных достижений то в предприятии работает здесь видим 11 кандидатов наук пять сотрудников имеют учет на ученое звание доцента более 10 преподают вузах страны вот за пять лет было опубликовано более 40 научных работ 100 статей пяти книжных изданий 95 охранных документов то есть огромная огромная 5 научно-исследовательских работ опытно-конструкторских то есть ну деятельность ведется очень активно в том числе научная ну и вот академия наук дала такие статус компании как научной организации поэтому тоже это отдельное такое достижение вот ну и одно из зданий в минске одно из зданий все в компании работает около 600 человек это второе здание на сегодняшний день является головным вот больше 10 тысяч квадратных метров большое хорошее удобное комфортное здание он где в общем-то сейчас размещаются весь инженерный состав дизайнерский состав бухгалтерии в общем весь архитектор и так далее вот это здание находится в шабанах здесь но если там находятся мозги на железнодорожные то здесь находятся руки вот которые в общем-то собирают пока мелкосерийные партии вот а в дальнейшем нужно быть какой-то такой более переход к большим промышленным масштабам вот а это в мариной горке площадка на 30 гектаров вот на которой в общем то все это тестируется испытывается проверяется прокатывается вот давно тоже проезжал я в мариной горке подъехал случайно ну как случайно посмотреть что происходит мы вот тоже прям при мне там юникар накатывал километры туда-сюда туда-сюда просто наезжал вот и видимо что там что-то тестировали то есть принципе иногда спрашивают можно ли посмотреть ну да конечно можно то есть можно приехать забор здесь прозрачный можно походить вокруг можно зайти на фермерское хозяйство рядышком то есть можно ну и если ты рабочий день то можно вполне увидеть как тысяч как и какие-нибудь тестирование ну и вот хорошая картиночка где мы видим всю линейку но не всю норы линейку но большую часть линейки транспортных средств видим как вот нижняя часть у нас травка для людей при передвижении а как надстройка сверху такой слой транспортный вот транспортные средства которые передвигаются ну или могут передвигаться вот такой некий прообраз того что может быть в дальнейшем вот ну и когда было построено все это беларуси было было но принципе огромное количество гостей вот частности обезенные арабские эмираты очень заинтересовались спросили а можете ли вы сделать такое же у нас вот понятно у вас там европе мягкий климат можно сделаете ли вы таких агрессивных условиях как у нас но агрессивно это место и жара вот и повышенное количество солей и и ну в общем такой довольно агрессивный климат которым как-то даже шутили там кинешь гвоздь и он там через день уже жалко то есть даже такое вот но и естественно и винистка сказал да конечно без проблем сделаем наш транспорт может работать в любой точке мира то есть и как на северном полюсе так и на южном и в африке и вот и и у вас конечно тоже может вот ну и такой был начались работы в девятнадцатом году вот на картиночке мы уже видим как все это действует вот сюда приезжают огромное количество делегаций 21 год весь был под знаменем всевозможных корреспондентов телеканалов радио то есть было огромное количество визитов несмотря на на к видный год вот ну а в дальнейшем 21 год закончился тем что плавно началась выставка экспо 2020 и ну здесь был прям на протяжении тех полу полугода было пасть визиты отовсюду то есть со всего мира и вот частности мы видим тут африканская делегация и европейские делегации поезжали и все катались всем и всевозможные тут директора и чиновники и кого только тут не было то есть принципе люди когда приходили на выставку экспо дубая там был один из павильонов был белорусский павильон вот из этого павильона в общем-то перенаправляли сюда в парк чтобы можно было в живую все посмотреть покататься пощупать вот и протестировать обняться визитками опытом но и контактами на будущее это планировать проекты вот мы тоже вот был подготовлен видео презентация посвящена экспо 2020 вот ну и довольно такой насыщенный был по событиям делегациям год ну и тоже в конце новостях посмотрим была очередная делегация ночи чуть позже к ней тоже вернемся вот но переходя от того что уже как бы сделано что технологии уже практически высокой стадии готовности можно поговорить про адресные проекты про линейные города в общем-то про ту философию которая которую который придерживается толь даже чиницкий вот ну и вот одно из решений как как это может быть встроено в обычные городские условия мы видим вот такая вот несколько уровневая станция вот где-то снизу люди машины сверху на одном уровне это может быть высокоскоростной транспорт чуть выше это городской транспорт в принципе такие вот многоуровневые развязки которые находятся над поверхностью земли это вот такой вариант городах вот тоже хорошая картиночка этот скриншот из ролика который появился недавно совсем вот тоже мы видим как это может быть за городом то есть мы видим природа травка вот здесь такие вот дороги небоскребы транспортная система находится где-то там сверху вот и перемещает с комфортно быстро вот это еще один слайд здесь мы видим так скажем здесь шахматный порядка находится башня каждая башня анкерная опора между каждой башней проложено вот мы видим трассы в том числе на шельфе моря то есть это очень такое интересное такой картинка из будущего немножко вот то есть тут-то картина которую это мы постепенно и приближаемся вот ну так же мы да вот еще один пример линейного города вот линейные города сами по себе ну они как они вырастают в принципе из логики струнных дорог то есть каждая трасса это две две опоры и между ними струнный рельс так вот получается что каждые три километра такая опора эта опора не обязательно должна быть маленькая она может большой виде небоскреба то есть и сам то есть как грубо говоря ну как грубо как метро такой метро у нас под землей каждый каждый там два три километра станция здесь у нас надземное такое метро где каждая станция может быть не обязательно просто станция целым бизнес-центром где может быть какая-то поликлиника там или школы что-то еще а вокруг люди могут проживать и в пешей доступности получать принципе все блага цивилизации ну и тоже мы недавно рассматривали что такое линейный город по систему кластерных поселений долго сейчас на этом останавливаться не буду вот но концепцию вообще линейных городов очень сильно поддерживает и организации объединенных наций потому как ну плотность населения в городах больших городах она зашкаливает вот и вот такая концепция линейных городов она позволяет людей расселить комфортное расстояние она позволяет освоить большие территории вот поэтому в общем имеет очень очень хорошие перспективы вот ну и вот тоже видим как пример линейного города и если так сказать продлить из точки а в точку б из точки б там еще куда-то то есть можно построить целую сеть таких дорог покрыть этими дорогами принципе весь мир и тогда вообще принципе нет необходимости там не самолетах там чем-то еще то есть садишься транспортное средство нажимаешь там в смартфоле на какую-то кнопочку то есть и все и вот по этой транспортной сети транснет можно передвигаться по очень комфортно быстро и в любую точку планеты вот ну и так сказать заглядывая еще немножко дальше так я говорил что у анатолий эдуардовича в его 73 года огромное количество планов вот еще следующий шаг после линейных городов это вот такой вот экваториальный можно сказать линейный город вот вокруг которого может быть построена космическая транспортная система вот на которая позволит усовершенствовать транспорт не только на земле но и но и выход обеспечить в космос тоже это отдельная целая можно сказать эпоха не плохо но в общем отдельная страничка в планах на будущее поэтому в книгах принципе книг написано много вот кому интересно все это можно почитать вот есть и видео ресурсы вот ну кого это космическая тематика тоже заинтересует можно почерпнуть информации в интернете вот ну и переходя к текущему этапу вот на сегодняшний день мы находимся в преддверии 15 этапа то есть все строительство транспортной системы вот строительство ядра технологии разбито на 15 этапов и вот находимся в преддверии 15 этапа вот мои основные цель на 15 этап это достроить высокоскоростную трассу и достроить для контейнер контейнерных перевозок вот мы объем инвестиций там порядка 100 миллионов 100 200 миллионов долларов в принципе там все информация более уточняется вот есть пакеты для инвестирования в рассрочку есть для студентов и пенсионер есть команда которая если так кратко команда которая строит который находится в минске есть команда которая финансирует вот для команды которые финансируют есть возможные варианты входа есть в рассрочку есть разовые есть ну то есть на на разный вкус и цвет вот и люди которым откликается на технологии люди которые хотят чтобы данный транспорт внедрялся кому эта идея нравится вот поддерживают уже на протяжении долгих лет технологию и вот мы сегодня посмотрим кстати говоря баланс вот ну и почему люди вообще поддерживать технологии ну во первых хотят комфорт свой улучшать во вторых хотят прикоснуться к чему-то большому вот а проект несомненно является большим и многие называют там юницкого там великим вот то есть но его задумки очень далеко смотрящие они отзываются очень многим людям которые там из-за экологию и но тут много-много разных аспектов вот и том числе естественно финансовый аспект то есть когда ты помогаешь построить что-то большое это большое работает естественно оно приносит какую-то прибыль то есть это какие-то или дивиденды это рост стоимости доли вот и поэтому ну это такой интересный как бы вариант вложения средств даже в такое нестабильное время как сейчас так далее вот ну и переходя к новостям у нас каждую неделю много ну как много бывает много бывает чуть меньше новостей вот ну на этой неделе вышел тот самый долгожданный для меня долгожданный то есть финансовая отчетность то есть это же интересная финансовая будет компания разработчика струнного транспорта за 2021 год вот примерно как всегда летом каждый каждый лет это выходит формация в этом году этот отчет вышел даже более расширенным чем обычно вот подготовила отчет о финэкспертиза беллаудит вот то есть ну и в общем то для тех кто у кого-то может быть из бухгалтер свой но иногда спрашивать допустим отчетность то есть я знаю когда олег пригласил навстречу свою сестру она первым делом попросила покажите всю финансовую отчетность вот ну и в общем то такие вот отчеты они конечно же позволяют посмотреть чем дышит предприятие куда она движется вот ну и вот частности здесь мы видим что 175 вот баланс бухгалтерский баланс первый отчет что видим что всего в активах у предприятия 175 миллионов рублей вот 175 миллионов рублей прошлом году это было 170 миллионов рублей в этом году 175 миллионов рублей ну если разделить на курс рубля к доллару это где-то получается около 70 миллионов долларов вот ну и ну вот так если сравнить с другими предприятиями беларуси это такое себе немаленькое предприятие вот поэтому ну это тоже определенная цифра кое о чем говорят вот ну и вот также есть отчет помимо отчета бухгалтерского отчет о прибылях и убытках допустим для себя ну я как бы сам по себе не бухгалтер вот но кое-какие цифры здесь для себя отметил ну из положительных моментов но нам периодически говорили что есть какая-то прибыль от чего какой-то деятельности вот но мы естественно и не знали то есть от какой деятельности вот мы здесь да в отчете мы видим что есть при выручка от реализации продукции вот за прошлый год она составила 30 миллионов рублей как бы немало от прочих доходов еще 30 миллионов рублей вот совокупности там были какие-то расходы на зарплаты там на себестоимость и так далее в совокупности был убыток вот но вот тем не менее вот эта выручка она есть это ну прямо у меня допустим как как инвестор меня это порадовало то есть туда предприятие оказывает какие-то услуги вот мы помним как там рассматривали где-то был заказ допустим из питера заказывали автомобиль электромобиль вот там концептный концепт ну в общем-то деятельность хозяйственной ведется вот пока в убыток но она она по крайней мере да уже что-то приносит также отметил я из отчетов для себя что по зарплатам тоже интересный момент за прошлый год оплата труда составила 12 миллионов рублей 12 половиной миллионов рублей фонда оплаты труда вот мысли разделить на 12 получается что миллион рублей у нас уходит только на зарплаты но это не считая налогов вот ну и общем то если 600 сотрудников можно даже примерно посчитать среднюю зарплату на предприятии вот ну и допустим из положительных моментов можно отметить что фонда оплаты труда снизился по сравнению с предыдущим годом то есть мы видимо были какие-то но какая-то оптимизация была вот то есть было 16 миллионов стало 12 то есть мы провели какую-то оптимизацию видимо где-то почистили лишние кадры убрали где-то что-то в общем некая оптимизация произошла вот ну и по допустим по остаткам денежных средств на 31 декабря 21 года тоже в отчете указано что 5 миллионов рублей есть запасах то есть по сути дела зарплаты на полгода уже как бы ну то есть есть запас на зарплатам ну как минимум на полгода вперед вот ну в общем отчет ну я прям у меня мне понравился то есть и своей довольно подробностью прозрачностью вот и ну опять же это компания очередной раз показывает что она открыта к показу не не стесняются показывают свою так вот для для инвесторов отчеты и в общем то мы понимаем то есть что все движется все идет но это как еще еще очередной такой как бы взгляд на кухню изнутри поэтому на елена благодарю кому интересно заглянуть подробнее на сайте эта информация есть вот и в принципе можно там если есть знакомый бухгалтер можно подробнее все это еще рассмотреть вот ну и еще следующая одна из новостей тоже как пример показали как проходят технические советы с участием анатолий дарыч юницкой о том как он очень часто бывает в эмиратах сейчас ну так как у нас сейчас два места дислокации ну вот вот такой вот был совет посвященный посвященным эксплуатации струнного рельса в регионах с высокой температурой вот мы обсуждали то специальной конструкции то есть ну вот как происходит встречи с боссом вот видите совещание вот мне понравился здесь вот столик такой интересный у них с зеленый с растительностью то есть экотехнологии вот то есть забота о природе то все это очень прям интересные такие тоже кадры как изнутри ну тоже продолжая тему встреч в обмеденных арабских эмиратах вот очередная делегация на этот раз из великобритании и австралии вот прибыли получается на посетили грег питерс генеральный директор компании производителя продуктов гражданской военной направленности из австралии вот дэйл джексон заместитель исправительного директора консалтинга компании майкл название не читаю но так что для понимания майкл адебайо магистр права в юридической компании великобритания арно фабр основатель генеральный директор компании в сфере фермерства викалочи бокс ну в общем по стандартной схеме их провели по всем знаковым местам то есть покатали покатали сводили в эко-дом показали макет линейного города зашли в диспетчерский пункт посмотрели как происходит управление посмотрели презентацию обменялись контактами ну и вот в итоге один из участников оставил такой отзыв но есть книга отзывов вот и спасибо за прекрасную демонстрацию это действительно транспорт и перевозки будущего я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться как в так и в моей родной стране в австралии это вот был частности дэйл джексон вот всегда приятно читать такие комментарии особенно от экспертов вот ну и дальше вот переходя к следующим новости и сегодня второе 6 06 а как раз таки в кыргызстане проводилась конференция но мы видим что было но к помню что она писала часть около 150 человек вот люди которые заинтересованы в технологии которые и поддерживают которые продвигают и вот один из примеров того как люди поддерживают кто-то строит кто-то поддерживает и это движуха общем-то по всему миру продолжается вот но и вот следующим у нас будет марафон это 4 уже июня это будет испаноязычный марафон вот здесь уже наши девочки сестры олега проводят такой может сказать тут и аргентина и пуэрто-рико и доминикана и тут порядка на вот 11 стран вот будет все это в 4 июня в субботу в 17.00 по московскому времени вот ну и если у кого-то есть испаноязычные друзья так что можно приглашать сюда вот получат массу и позитивный заряд информацию полезную вот ну и в конце вот тоже есть такой анонсик что все участники марафона могут поучаствовать в розыгрыше ценного приза так что кому любопытно тоже заходите посмотрите может быть поучаствуйте в розыгрыше призом так ну и также до напоминаю что с 1 мая по 30 июня проводится конкурс swc champions league то тоже можно посмотреть на сайте вот и поучаствовать так ну и беда видео видео презентация появилась довольно таки хорошая из ролика можно узнать о возможностях пассажирских моделей транспорта увидеть варианты будущих станций и струнных трасс вот и впервые эту видео презентацию представили на выставке road and traffic expo middle east в абу-даби вот тогда стенд проекта посетили представитель транспортных министерств саудовской арабии бахрейна кувейта и египта но к сожалению кабинет у нас видеоролики здесь не показывает вот поэтому уже посмотрим и на раке или в чате выложим вот ссылочку ну или уже в своих личных кабинетах можно будет все это посмотреть но в принципе на этом у меня сегодня все вот если олег выходи вот если есть какие-то вопросы тоже пишите так как вам отчет по по цифрам можете поделиться ну или она написала что да интересно то есть кто-то знаем из вас смотрел не смотрел так коллег вижу подключается привет лишь отчетки смотрел ждали что ты нам подробно расскажешь но из того что есть то уже достаточно спасибо по крайней мере очень приятно потому что ты правильно сказал что мои сестры все серьезно воспринимали всю информацию действительно вот просили вот эти вот аудит вот и сейчас вот очень приятно что скажем так это все не затягивается там конкретно год прошел вот пожалуйста аудит вот пожалуйста отчет финансовый поэтому для людей которые серьезно конечно относится к этому это очень существенный документ и очень приятно что скажем так он все у нас скажем так предоставлен и представлен и все скажем так все там хорошо так что отлично все вот для многих это очень ну для серьезных людей всегда очень важно то есть тут не эмоции тут цифры и они говорят о том что все с компании хорошо все движется все скажем так идет своим путем да вот или и лет написал до что компания светлая прозрачная отличные слова ясно ну в общем какие у нас тут планы пока по ну пьяна сейчас уже записи за останавливаем а